Увеличение социальных выплат, снижение ставки по кредитам и запуск нового портала для покупки авиабилетов. С 1 июля вступают в силу новые изменения. Они коснутся многих сфер жизни. Большая их часть направлена на социальную политику и укрепление экономики. Елена Шарыгина собрала основные нововведения, которые вступят в силу с первого дня второго летнего месяца. Те пенсионеры, которые оставят работу в июле, сразу начнут получать повышенную выплату. Ранее на перерасчет пенсии уходило три месяца, а пенсия в прииндексированном виде начислялась только на четвертый месяц после увольнения. Прибавку к пенсии с 1 июля получат граждане, которым в июне исполнилось 80 лет. Таким пенсионерам положена дополнительная выплата в размере 7,5 тысяч рублей ежемесячно. В регионах России ожидается повышение заработных плат. Размер прибавки будет зависеть от направления деятельности и места проживания. Например, по всей России проиндексируют заработок сотрудников банков на 10%. С 1 июля снизится максимальная процентная ставка по потребительскому кредиту. Банки не смогут получать с клиентов больше 0,8% в день. Раньше этот показатель составлял 1%. При этом максимальная плата по полной стоимости кредита также уменьшится с 365 до 292% годовых. Условия меняются и для микрофинансовых организаций. Если человек взял в долг не более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1% в сутки. Минтранс России сообщил, что с начала месяца откроется портал субсидированных авиаперевозок. В тестовом режиме ресурс будет работать до 1 июня 2024 года. Выяснить, какие перевозчики предоставляют подобные услуги, можно на сайте Росавиации. Для этого нужно зайти на портал и открыть раздел «Субсидирование воздушных перевозок». Нужно будет предоставить документы, подтверждающие льготу. Госдума приняла закон, согласно которому физические лица смогут получать уведомления от налоговых органов через госуслуги. Ранее подобные извещения приходили только заказными письмами по почте или в электронной форме в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Для того, чтобы получать уведомления, нужно иметь подтвержденную запись на портале. В ведомстве отметили, что дублировать извещения по старым каналам не будут. С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Сбор будет составлять 7 рублей на 1 литр продукта. К таким товарам относятся безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара, сахарного сиропа или меда. Акцизу не подлежат пищевые изделия, соответствующие нормам Евразийского экономического союза. А также некоторые другие товары, например, морсы, соки, нектары. Елена Шарыгина, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей Довича.